Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Коротко об основных темах выпуска. СНАЗа Вооруженных Силы России снова подтвердили свой профессионализм. Судьбу Буревестника решат самарцы. На сайте городской администрации открыто голосование. Стадион, оказавшийся в частной собственности в 2007 году, с тех пор превратился в, по сути, заброшенную территорию. Но чтобы выкупить этот участок, нужны немалые деньги. Так что нужно сделать, чтобы вновь гордый рейл Буревестник, у самарцев спросила Лариса Шалафаст. Блашиный рынок и множество киосков. Так сейчас выглядит территория около бывшего стадиона Буревестник. Когда-то здесь кипела жизнь, проходили соревнования и тренировки. Все изменилось в 2007-м, когда Буревестник попал в частные руки. Сразу стало понятно – у стадиона неспортивное будущее. Уже несколько лет судьба этого объекта остается на перепутье. Пока определенных планов по развитию этой территории нет, но ясно одно – благоустраивать участок нужно. Блашиный рынок в центре города создает не самый красивый пейзаж. Эта территория и сейчас в частной собственности, но вопрос ее будущего интересует многих горожан. Нужно стадион здесь установить. Столько детей здесь. Мы когда-то сходили, занимались здесь, на катке катались, здесь мои внуки. Благоустроить. Сколько можно частных всяких лавочек устраивать. Лучше, наверное, это для горожан сделать. Ну, я считаю, что пусть лучше дом построят, нежели тут киоски будут. Я считаю, конечно, территорию надо выкупить администрации и использовать для пользы жителей. Мне кажется, строительство. Мне кажется, вот дом рядом красивый построили. Что-нибудь такое в этом духе. На сайте администрации Самары появилось онлайн-голосование. Выбрать один из трех возможных вариантов может каждый. Пока расклад такой. 25% проголосовавших за жилищное строительство. Каждый пятый предлагает оставить все как есть. А большинство, 55%, высказались за выкуп территории в муниципальную собственность. Сумма возможной сделки, по предварительным данным, составит порядка 700 миллионов рублей. На эти деньги можно построить четыре детских сада на 200 мест каждый. Или закупить 70 новых автобусов. Как поясняют в мэрии, решение пока не принято. Голосование организовано для изучения общественного мнения по этому резонансному вопросу. Так что у каждого самарца есть шанс повлиять на будущее этой территории. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, Станислав Левин. События. Самарские водоемы приведут в порядок. Реки и озера в городе, где будут проводиться топовые матчи Чемпионата мира по футболу, должны быть в идеальном состоянии. Такова идеология городской программы по очистке водоохранных зон. Тонны отходов в этом году уже вывезли. На 2016 год еще более масштабные планы. Какими должны стать реки и озера, узнавал Олег Зверев. Больше тысячи кубометров отходов вывезли городские службы за сезон с берегов рек Самары. Естественные водоемы – это одно из самых главных достояний города. Сегодня постоянно проводятся мероприятия по очистке водоохранных зон. В Департаменте благоустройства и экологии подвели итоги. Почти все запланированные работы выполнены. Завершена работа по очистке правого берега Волги в городской черте. Проводится следующее мероприятие. Отчистка береговой полосы левого берега реки Волга, Ерек, Самары, Татьянки, Подстепновка. В рамках данных мероприятий заключен муниципальный контракт. В настоящее время на утверждении находится экологическая программа городского округа Самары на 2016-2018 годы. Самарские водоемы должны стать украшением города. 150 городских озер будут приведены в порядок. По поручению главы города разработана программа по их очистке. Этот вопрос настолько важный для горожан, что прозвучал в прямом эфире передачи на телеканале Самаргиз с участием Олега Фурсова. Действительно, мной поставлена задача привести в порядок городские озера. У нас их почти 150. Программа соответствующая разработана. Она, правда, не полностью сейчас финансируется. Но я надеюсь, что мы найдем источники средств, позволяющие нам озера привести в порядок. Мы должны создать хорошую, благоприятную среду для того, чтобы мы все с вами могли отдыхать на берегах этих озер. Они действительно являются жемчужинами нашего города. К сожалению, за последние годы ряд таких жемчужин были утрачены. И мы будем стараться сделать так, чтобы их восстановить, сохранить и создать нормальные, хорошие условия для отдыха. Городские власти планируют не просто привести озера в порядок, но и создать инфраструктуру отдыха для горожан. Оборудовать уличное освещение и установить скамейки. Олег Зверев, Алексей Золотенков. События. В Самаре продолжают ликвидировать последствия непогоды. В минувшие выходные на город обрушился снегопад. Сильный ветер повалил деревья на улицах Партизанской, Авроры, Держинского, Волгина, Тушинская, Старозагора. Жертвами непогоды стали автомобили и провода. Сейчас практически все поваленные деревья и ветви распилены. Остаются пять адресов, где их еще не успели убрать и вывезти. Первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил ускорить темпы работ. Подробный отчет у меня в пятницу доложили для принятия конкретного решения. Я выпущу по итогам доклада Зиньковского и Романова нормативно-правовой документ. Чтобы потом не обижались на эту тему. В Зубчининовке весь день велись ремонтные работы на водоводе диаметром 600 мм на пересечении улиц Товарное и Металлургическое. Из-за этого от холодного водоснабжения отключили 45 многоквартирных домов, 600 частных, 3 детских сада и школу. Это плановый ремонт, говорят в СКС. Однако начался он из-за порыва трубы. На месте работали 16 сотрудников аварийной бригады и 13 единиц техники. Питьевой водой жители Зубчининовки обеспечивали три бойлера. Они подвозили воду в течение дня. До конца дня, я думаю, что если все пойдет по плану, если никакой непредвиденной ситуации не случится, то мы до конца дня воду дома отдадим и надеемся, что вот таких больших отключений с каждым разом будет все меньше и меньше. Поймать и обезвредить бойца одного из лучших подразделений спецназа России даже в свой профессиональный праздник на боевом посту. На масштабных учениях, которые прошли в Тольятти, они доказали свою принадлежность к элите вооруженных сил. О тех, кто всегда на чеку, специальный репортаж Павла Баймакова. В небе элита российской армии. Бойцы подразделения спецназа третьей отдельной бригады, базирующейся в Самарской области. Сегодня их задача высадиться в нескольких километрах от места дислокации условного противника. Вертолет на точке первый пошел. Один за другим бойцы десантируются. С земли за процессом следят офицеры. Минутный полет и первые бойцы на земле. Прыжки выполняются со высоты до полутора километров. Каждое действие отточено заранее. Тренировки у нас проходят каждый день. То есть у нас должно уже как бы рефлекторно это все работать. То есть отцепка, запаска, отцепка, запаска. При порывистом ветре до шести метров в секунду приземлиться в нужной точке – задача не из легких. В этом бойцам помогают новые парашюты «Арбалет-2» на вооружение. Они поступили около года назад. За год каждому необходимо совершить 12 прыжков. Впрочем, у многих это число уже перевалило за сотню. А это уже сама войсковая часть третьей отдельной бригады спецназа. На плацу солдаты-срочники вместе со старшими товарищами отрабатывают технику рукопашного боя. Чтобы быть в форме, тренировки проходят ежедневно. Старослужащие делятся опытом. Разведчик пробежал 30 километров. У него уже нету сил махать ногами, руками. В спецназе нужны не пудовые кулаки, а гибкий ум. Третья отдельная гвардейская варшавско-берлинская краснознаменная ордена Суворова третьей степени бригада специального назначения как военное формирование была создана еще в 1944 году. С тех пор служить сюда попадают лишь лучшие из лучших. Должен быть психически устойчивый, подготовленный, развитый во всех отношениях человек. То есть проходят они особый отбор, проверку по всем категориям. Отбираем самых лучших с высшим образованием, спортсменов. Звание лучших в Самарской области, а может быть и в России, бойцы ежегодно доказывают на международных соревнованиях «Золотая сова» в Казахстане. Из восьми стран участниц самарские спецназовцы всегда в тройке лидеров. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События. Чтобы город спал спокойно, в Самаре возрождают опорные пункты полиции. Плюсы в этом есть как для горожан, так и для самих силовиков. Какие именно, расскажет Павел Баймаков. Он ни низок, ни высок. Но теремком это здание назвать трудно. Здесь ни печки, ни трубы. Зато есть камера видеонаблюдения. Полицейские хвастаются новыми опорными мини-пунктами. Теперь, говорят патрульные, чтобы узнать всю подноготную о задержанном, совсем не обязательно везти его в отдел полиции. Не надо запрашивать дежурную часть. Я могу сам посмотреть, находится ли человек в розыске, телефон в розыске, автотранспорт. Любой вопрос, в принципе, мне база подскажет. Вблизи будут постоянно дежурить как минимум двое патрульных. На опорном пункте установлена кнопка экстренного вызова. В течение нескольких секунд ответит дежурный. При необходимости вышлет на место ближайший наряд. Опорные мини-пункты в Самаре пока установлены только на площади Славы и на пересечении улиц Ленинградской и Молодогвардейской. Самое главное, что они не закрыты от наших граждан. Что это не будка, как мы говорим раньше, установленная здесь в городе, так сказать, сваренная из куска металла. И там ни сотрудника не видно, ни сотруднику наших граждан не видно. Сегодня все здесь видно и сотруднику, и вам видно, что делается в этом помещении. Такие пункты вам обязательно нужны. Чем их больше будет, тем спокойнее жизнь. До конца года в Самаре планируют установить еще 8 опорных пунктов полиции. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. А сейчас коротко о других важных событиях, которые произошли к этому часу. Флэш-рояль вышел боком в Самаре. Полицейские пресекли работу нелегального казино. Покерный клуб размещался в одном из подвальных помещений дома в советском районе города. Полицейские изъяли покерный стол, колоды карт, сотни игральных фишек, а также почти 150 тысяч рублей. Эти деньги, предполагают оперативники, были получены преступным путем. В центральном районе Тольятти сотрудники полиции провели спецоперацию. В ней участвовали более сотни силовиков. В результате полицейские изъяли краденное имущество, незаконное оружие, предотвратили продажи нелегального алкоголя на сумму почти 70 тысяч рублей. А также нашли двух школьниц, которые пропали 21 октября. Ученый совет строительного университета проголосовал в пользу объединения с политехническим вузом. В техническом университете аналогичное голосование прошло 4 сентября. В вузе также намерены держать курс на объединение. В день народного единства самарцы увидят яркое авиашоу. 4 ноября на второй очереди набережной пройдут народные гуляния. Для жителей будут работать концертные и игровые площадки, выставка ездовых собак и контактный зоопарк. Военные научат всех желающих обращаться с оружием, а сотрудники МЧС дадут примерить костюм спасателя. 12 ноября в Самаре стартует чемпионат по стратегии и управлению бизнесом. Студенты и молодые предприниматели станут участниками уникальной образовательной программы. Им поручат руководство виртуальными компаниями. За считанные месяцы они приобретут управленческий опыт, равный нескольким годам работы на реальном рынке. Квартирный ответ для молодых и многодетных семей. Заветные квадратные метры они могут приобрести ниже рыночной стоимости. Юбилейный договор по госпрограмме «Жилье для российской семьи» сегодня подписали в Самаре. Проект, поддержанный областным правительством, запустили прошлым летом. С будущими новоселами встретилась Валерия Макарова. Скоро у маленького Святослава появится своя комната. Его папа и мама подписывают договор на покупку квартиры. Новоселье для молодых родителей стало реальностью благодаря госпрограмме «Жилье для российской семьи». Их будущий дом сейчас достраивают. В уже свою просторную двухкомнатную квартиру семья переедет следующим летом. А пока ютятся в съемной однушке. Жилье мы снимаем за ту же сумму, сколько будем платить за ипотеку. То есть мы ничего не теряем, наоборот, прибавляем, будем платить за свое. У семьи Шумиловых номер договора красивый, 400-й. А всего в программе хотят участвовать уже больше двух тысяч самарцев. Купить квартиру с чистовой отделкой они смогут по цене 35 тысяч рублей за квадратный метр. В целом мы должны обеспечить не менее 22 тысяч людей. Мы по показателям общероссийским занимаем одно из лидирующих мест. Как по количеству участников программы, так и по числу уже заключивших договор купли-продажи. В Самарской области в программе «Жилье для российской семьи» участвует 8 застройщиков. И список их будет пополняться. Всего до 2017 года в губернии возведут почти 900 тысяч квадратных метров доступного жилья. Валерия Макарова, Максим Гузев, События. Недолго ждать квартир предстоит и обманутым дольщикам. Достройка их домов, а также строительство социального жилья пойдут быстрыми темпами. Депутаты губернанской думы приняли закон о господдержке инвестиционной деятельности. Теперь потенциальные инвесторы-застройщики смогут получать в аренду государственную или муниципальную земли без предварительных торгов. Взамен они обязаны достроить какой-нибудь проблемный объект. «Такой подход ускорит эту процедуру и без меньшей волокиты с большей эффективностью будут решаться проблемы жилья этой категории граждан». Не люди должны ходить по инстанциям, а документы уверены в областной кадастровой палате. Теперь, чтобы продать или купить квартиру, взять ипотеку или застраховать жилье, не нужно бегать по кабинетам, заказывать выписки из реестра прав или кадастровые паспорта. По новым законам это должны делать нотариусы, банки и страховщики. Причем всю информацию им предоставляют в электронном виде, что значительно сокращает время оформления сделок. К тому же людям больше не надо платить за справки. От лишних очередей избавили и владельцев квартир в новостройках и дольщиков. Регистрировать новые квартиры лично, как это было раньше, им не придется. Застройщики теперь обязаны ставить на учет весь дом со всеми квартирами одновременно. Нотариусы, кредитные организации, а также страховые компании не имеют более права требовать от заявителей представления в необходимом для заключения сделки пакете документов о регистрации прав и о кадастровом учете. В Самаре завершается реформа местного самоуправления. Удостоверение депутатов райсоветов получили сегодня еще в четырех районах Самары. Таким образом, все 284 человека официально наделены полномочиями. Теперь предстоит избрание глав районных администраций. О первых шагах новой власти сюжет Марианны Мирной. В большинстве райсоветов Самары уже приняли главный документ – устав. Депутаты составили график приема граждан по личным вопросам. С 1 января у районов появятся собственные бюджеты, которые можно будет направить на решение конкретных проблем. Проблем действительно очень много. И старый жилой фонд, изношенные трубы, дороги, внутридворовые территории, благоустройство, вопросы сноса аварийных домов. То есть вот эти все вопросы стоят у нас, социальные вопросы. Но это те, которые мы в первую очередь, наверное, можем сейчас решить. Самара – один из первых городов, где состоялась реформа местного самоуправления. Председатель Самарской городской думы Галина Андреянова поздравила коллег со вступлением в должности и пожелала, чтобы депутаты работали совместно с администрацией и выполняли те цели, которые ставят сегодня перед ними их избиратели. Еще одна важная задача – выбрать глав администрации. Полностью местную власть в Самаре сформируют до конца года. Будут сформированы конкурсные комиссии. Комиссия будет состоять из 20 человек. 10 человек будут из района рекомендованы, 10 человек будут рекомендованы городом. Депутаты всех девяти районных советов получили удостоверение. Уставы после принятия отправятся в Министерство юстиции, где их зарегистрируют. Лариса Шалафаст, Мариана Мирная, Сергей Баскин, События. Бог дал нам вкус, чтобы мы могли экономить. Это высказывание Коко Шанель в семье самарцев, Сергаевых, Семизорвых давно стало девизом. Половина мебели в их доме найдена на улице и с любовью отреставрирована. Увлечение стариной пока не переросло в профессию. Это хобби, что, впрочем, не сказывается на качестве работ. В Самаре сейчас активно восстанавливают памятники архитектуры. В этой семье тоже делают все, что в их силах, чтобы сохранить крупицы истории. Я не удержалась и прикоснулась к старине. Увлечение реставрацией в семье Сергаевых началось вот с этого комода. Его энтузиастки нашли рядом с разрушенным домом в центре города. У него был совершенно гнилой низ, совершенно вот таким жучком, грызенный зад. Но дочь моя взяла, его обрезала, каждый ящик обрезала. И когда я его вышкурила, я поняла, что это очень интересно. Ведь здесь на каждой ручке написано «Артель – красный кустарь». Я поискала в интернете. Все эти артели во времена НЭПа были. Сейчас в доме реставраторов-любителей шесть обновленных сундуков, пять комодов, два серванта, диваны, столы и несколько венских стульев. Особую гордость представляет вот этот шкаф. По форме он напоминает каменный замок с подвесным мостом. Когда-то сверху размещались и башенки. Во время реставрации выяснилось, что шкаф ручной работы, собранной каким-то рабочим авиационного завода. Об этом говорили особые гайки и штемпель на оборотной стороне фанеры. Того, кто собирал этот шкаф из заводских деталей, могли и посадить. В газете, найденной за зеркалом, было выступление Никиты Хрущева по поводу советского кризиса. Так и выяснился возраст шкафа замка. Середина 50-х годов прошлого века. Изрядно помучиться пришлось трофейным пианино «Заря». Инструмент черного цвета решено было перекрасить в белый. Ой, а вот так черная, вот эта сажа течет, она же резиносодержащая. И вот тут ремонта нет. И она говорит, кто пойдет за детьми в школу, ты отмываешься или я отмываюсь. Потому что отмываться это время, надо же закончить работу. Сыновья увлечения мамы и бабушки поддерживают. Оба занимаются музыкой на отреставрированном пианино. А недавно старший Семен принес в дом сломанный кларнет, найденный на заброшенной даче. Теперь в семье мечтают починить старинный немецкий инструмент. Вот только лобзиком и краской тут не поможешь. Чтобы вдохнуть жизнь в духовой инструмент, требуется помощь музыкального мастера. Надежда, вы меня вдохновили. Вот если в моих руках окажется в неопытных вот такая вот старинная мебель, как можно будет ее довести? Если уж не до совершенства, то хотя бы до приличного состояния. Но самое главное, вот не надо пугаться. Если это натуральное дерево, не бойтесь мочить. Не надо, конечно, долго держать. Вы помыли щеткой, поскребли, все это чистенько высушили. Все вы зашкуриваете, вот таким вот образом вы зашкуриваете. То есть просто до дерева, да? Да, то есть да, просто до дерева. Вы получите сной краски, и у вас получится уже вот такой вот грунтовый стул. От реставрированных вещей так много, что в доме они уже не помещаются. Надежда и ее мама решили создать музей старинных вещей для детей прямо на территории собственного участка. И помещение уже имеется. Вот этот деревянный домик, в котором семья жила, пока строился новый. Виктория Шарая, Константин Головин, События. Эфир программы продолжит спортивные новости. Слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Динамо. Новый универсальный тренировочный центр открылся в Самаре. 37 медалей привезли самарские пловцы со всероссийских соревнований среди паралимпийцев. Тренировочный центр «Динамо» на аэродромной в районе Дома молодежи заработает на полную мощность в канун 2016 года. Сегодня там уже проходят занятия по боевым искусствам и гимнастике. Скоро откроется дополнительно универсальный спортзал. На 2500 квадратных метрах смогут одновременно тренироваться три команды. Из детских спортшкол и школы высшего спортивного мастерства. По баскетболу, волейболу, бадминтону, футболу, гандболу и фехтованию. На «Динамо» смогут приезжать тренироваться и паралимпийцы. Здесь созданы для них все условия. Кроме пандусов, специальной разметки, широких дверей, лифтов, туалетов, для таких спортсменов атлетической качалки поставили специальные пневмотренажеры. Те тренажеры, которые синенькие, так называемые, это для опорников, для спортсменов, которые просто необходимы. И они действительно индивидуально для них подготовлены. То есть люди с ограниченными возможностями тоже могут заниматься здесь. В Салавате, Башкортостан на всероссийских соревнованиях по плаванию самарские паралимпийцы с поражением слуха зрения опорно-двигательного аппарата выиграли почти четыре десятка медалей разного достоинства. Десять раз атлеты поднимались на высшую ступень пьедестала почета за золотыми медалями. Нам не было равных на полтиннике и стометровке вольным стилем, на спине, комплексом, брасом и батарфляем. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Смотрите телеканал Самара Гиз в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите нас на экранах смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Все вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok